Просторно, и уже мы там, я могу ходить, вы можете душать, все будет хорошо. Василий Ильич Кличевский сказал, что лицо должно отражать личность. Вот об этом сегодня не поговорим, мы поговорим о русском, в разной классификации, с разных точек зрения, потому что я вам говорил, что объективно реальность, адекватная действительность мы можем писать только, сопоставляя самые разные точки зрения, вторично, через разные рефлексии выстраивая инвариант, скажем, русского характера, русской личности и так далее. Другого пути нет, потому что у каждого свое собственное представление о том, каковы должны быть принципы классификации, какие типы выделяются, вы сейчас это увидите, некоторые из них я вам покажу. Борис Александрович Романов написал книгу «Люди и нравы Древней Руси». Впервые она вышла в нашем университете в 1947 году, потом переиздавалась. Вот там дана такая своеобразная реконструкция жизни средневекового человека с точки зрения вещи. Люди представлены телесно, предметно, по классам, социальных своих градаций, как купцы, как ремесники, как священники, как воины, крестьяне и так далее. То есть это такое представление, можно сказать, языческого мира, еще не согретого теплой плотью христианского, идеального или реального. Но есть и другая сторона дела, сторона самого Логоса, то есть Слово Духа. И вот интуиция Павла Александровича Флоренского первая разгадала три ипостаси духовного облика человека. Отчасти мы об этом уже говорили. Лик, лицо, личина. Лик, как духовная сущность, лицо, физическая личина, как социальная роль. Вот примерно в таком трехмерном пространстве существования рассматривается каждая личность. Социальная роль, личина, физические данные, лицо, физическое лицо, юридическое лицо. Лик, божественный лик, идеальный лик, тот идеал, который направляет развитие лица и личины. Давайте рассмотрим разные точки зрения на типы характеров, типы русских характеров. Достойными почитаниям в Средние века признаются два типа русского человека. Две крайности героического, как воплощение чувства и мысли. Это герой и святой. Все герои, все герои средневековой литературы, оригинальной и первой, естественно, это святой, какой-нибудь отшельник и герой, богатырь, не русский богатырь. Герой обозначает идею дела, вечности, телесности, такой языческой, мощной силы. И выражаются даже, обозначаются даже терминами, соответствующие бурный, грозный, волевой и так далее. Всякие такие вот слова, показывающие такую органическую, природную силу этого человека. А святой выражает идеалы христианской нравственности. Это духовно возвышающая идея. Вы видите, опять мы возвращаемся к формуле русского реализма. Земное воплощение подвига и идеальное воплощение подвижничества. Они по существу одно и то же. Но один совершает подвиг, это на земле, другой подвижничество. Ну, между ними есть, конечно, и различия, о которых мы сейчас с вами поговорим. Ну, герой и святой. Мы сразу же ставим перед собой вопрос, каково соотношение между ними в системном плане. Как они соотносятся. Ну, допустим, мы говорим о лихе, лице и лечении. Как мы можем соединить, ну, допустим, так. Вот герой. Пусть у нас будет герой. Ну, каждый из них проживает в своем, так сказать, жизненном измерении, в своем жизненном пространстве. Мы знаем, как я живу живет в животе, в своем отдать живот, до живота своего, и пощадим живота своего, и так далее. Вот и личная характеристика. Но есть система. Он живет в житии. То есть он проживает для кого-то, для чего-то. Он существует в социальном пространстве и, следовательно, попадает и в эту сферу деятельности. Точно так же и святой проживает в житии. И вместе с тем у него тоже есть свой идеал, но уже не социальная и духовная жизнь. И тогда это возникает как представление о жизни. Термин «жизнь» сначала, где-то еще в панонских текстах, всегда употреблялся именно в сочетании «долька». Вечная жизнь. Духовная, социальная, физиологическая, физическая, органическая. Вот они распределили между собой такие статусы. То, что для одного является, так сказать, уже его проявлением в обществе как идеальная форма существования по отношению к физическому, то для другого только реальная и вечная. Но на самом деле, когда мы раскрываем текст, ну, допустим, Сергия Радонежского, мы видим так и называется «Жизнь и житие Сергия Радонежского». Имеется в виду и та, и другая ипостать, проявление того, о чем, значит, заходит в честь. Это можно назвать, так сказать, формы существования физической, социальной и духовной. Теперь формы явленности. Формы явленности. У героя это лицо, внешнее лицо. А у святого лица, лица, святые, владеют, они проявляют себя. При этом у них и воплощение совершенно разное. У лица героя есть облик, а у лица святого образ. Раз. Ну, это особая тема, мы на этом останавливаться не будем, а пойдем дальше. Но у каждого из них свое собственное понятие об этических ценностях, то есть аксиологически, они тоже разведены, хотя это на самом деле одно и то же. У героя это честь, у святого это ссорить. Совесть и честь абсолютно проявлены, сопросятся друг с другом, это одно и то же по существу. Но честь это, так сказать, социальное проявление совести, а совесть это моральное, духовное проявление чести. Причем, поскольку святой более сконцентрирован на личном подвиге, то есть на подвижничестве, то естественно совесть приобретает постепенно, развивается как таковая, приобретает все более такие индивидуализирующие черты, показывающие особность этого человека. У героя святого различные функции, они разному учат, но главное в их деянии все-таки совпадает разделять участь всех, но при этом остаться выше, сохраниться в качестве идеала. И герой, и святой это идеал. Вот вы можете мне сказать, ну хорошо, святой это термин ясно, понятно, соотносится с корнем свет, свет святой, там святая Русь и прочее. Но герой-то это ведь позднее заимствование. Слово герой у нас появилось в 17-м, там, в 17-м веке, кажется, есть в конце 16-го века. Вовсе нет, и в 12-м веке в переводе с греческого хроники Георгия Мартала это слово использовано, оно пишется иначе, ирой, иройский и так далее, это старое слово. И, конечно, были какие-то другие слова, заменявшие, вот, собственно, славянские, вы знаете, что и слой полку и бриток, и потом в повестях о татаро-мангольском нашествии, там эти слова типа, типа, храбрые и так далее. То есть это все было неважно, что богатыр тоже заимствованное слово, но тем не менее. Герой, как сказал, очень красиво сказал Василий Васильевич Пельчевский, есть точка вскипания жизни, точка вскипания жизни. Если готов отдать даже жизнь, тогда это подвиг, но подвиг не по принуждению. Нет, должно быть какой-то, Пришвин сказал, должно быть внутреннее согласие на героический подвиг. Подвиг совершается по доброй воле, как и святой постепенно. Вот у Георгия Петровича Федотова можно найти описание двух типов русскости. Ни тот, ни другой тип не универсален, они имеют какие-то возможности внутреннего развития, они обогащают личность, это типы. Но в целом, обратите внимание, этот философ представляет русскость как двоецентричную сущность. Это всегда будет. Вот это двоение, двоение сущности всегда будет присутствовать при характеристике русского менталитета. Ну это как бы раздвоенность душевного склада, да, это прагматично-конкретный, вечно-предметно-телесный и духовно-возвышенный, там, ну, русский реалист, в честь так же. И так у Федотова. Левый портрет, левый портрет, он говорит, это вечный искатель с жертвенными порывами души. Он часто меняет своих богов и кумиров, он ищет личный идеал, он максималист, он против компромиссов. Символически огонь на службе земле, вот так, огонь на службе земле. Он в процессе, в действии, он постоянно горит. Короче говоря, это тип, который дан в таком, в типе русской святости. То есть, например, Нил Сорский, это вот типичный, 15 век, это типичный представитель левого портрета. Но в современном, в современной России, говорит Федотов, тип этот вымер. Это дает измельчание личностного начала в народе. Это первый образ. Символ пассионарной идеи. Толчки вперед. Правый портрет. Вот что правый портрет. Правый портрет – это московский человек, каким его выковало время, говорит Федотов. Он держал на своем предте Россию. Русскости в нем гораздо больше. Основные его черты – глубокое спокойствие, скорее молчаливость, а на поверхности даже флегма. Органическое отвращение ко всему приподнятому, экзальтированному, к нервам. В частности, к моим лекциям он отнесся бы неодобрительно. Но он сказал, давай, спокойно, спокойно, говори так, чтобы они чувствовали себя комфортно и потихонечку уже под его морем. Простота, даже утрированная, доходящая до неприятия жеста, словом, молчание, золото, спокойная, уверенная в себе сила. Вот эти вот русские мужики – это, конечно, тип героя. Значит, оказывается, мы не знаем, Федотов это вот экстраполирует из опыта, так сказать, жизни, или он исходит из того же самого представления о русском человеке, вынесенном из средневекового литературы, что и я. То есть там есть герой и святой. А ведь были и другие типы, женские, например, о которых мы потом говорим. Ну, иногда налет фатализма, он говорит, все-таки есть. Отсюда юмор, как усмешка над передним планом бытия, над вечно суетящимся, вечно озабоченным разумом. Вот эта инстинктивная сила подсознания все-таки преобладает и в этом, правом подвиге. Вот. Кстати, говорит Федотов, юмор, говорят, свойственен в настоящем смысле только англичанам и нам. Потому что русские люди только в англосаксонской стихии чувствуют себя дома. Только ее они способны уважать. Но, конечно, за внешней близостью скрывается очень разный опыт. Активизм Запада – фатализм Востока. Но там и здесь буйство стихийных сил, укращенных вековой дисциплиной. Это у нас-то и укращенная вековая дисциплина. Ну, вот, это герой. Так вот, эти общеные портреты, правый и левый, конечно, идеализированы. В чистом виде они не существуют сегодня. Это все. Но, даже, может быть, когда мы говорим о средневековом русском, правом-левом портрете, типе, мы тоже их идеализируем на основе уже идеально представленных в литературных текстах типа. Ведь мы не знаем, какие были на самом деле, скажем, Александр Невский, или там, Добрынники, Челя Муромец, они были не такими идеальными. Мы идеализировали. То есть мы создали образцы идеалов. Ну, а у самого Федотова это, конечно, образцы идеальных типов, сложившихся еще до революции. А что революция-то? Это новое прошло. Теперь московский мистик, профессор Прокофьев, у него книга о Святом Граале, о поисках его в пространственных далях и так далее. Он тоже говорит о двух русских типах. Причем, обратите внимание, о каких типах он говорит. Он говорит, в московском царстве это душа рассудочная. Пример Борис Годунов. И душа чувства. Пример Лжедмитрия. Это похоже на современные московские анализы русской ментальности в логических анализах языка. Русские типы указываются на примере нерусских людей. Лжедмитрий спорные вопросы. Борис Годунов тоже сложный вопрос. Тоже по крови нерусский. Так что неловкая тут картина, но тем не менее, вот он все время, Прокофьев все время говорит о соотношении между рассудочным и душевным. Душа, пользующаяся услугами мышления, это все Романовы вообще. Или наоборот, рассудок, пользующийся душой. Это, например, Никон. Тоже Мордвин по национальности. Я уже не говорю о всех Романовых, которые тоже... Понимаете? Ну, нельзя вот так вот создавать типологию на основе случайно подобранных... Ну, не будем об этом говорить. И обратимся к новой схеме. Она принадлежит... Первый, пожалуй, об этом поговорил Николай Александрович Бердяев. Он предложил троичную схему. Причем на первое место он ставит, по сравнению со святым и героем, он ставит третий, совершенно новый тип. Это образец творца культурных ценностей. Культурных ценностей. Творец. Философия творчества, философия свободы. Это человек, который создает новое, а не сохраняет старое, как святой геро. Защищает старое, да? Вот опять мистики. Данил Андреев описал этот третий тип и назвал его «Вестник». У других вы найдете... У других авторов вы найдете другое. Поэт с большой буквы. Это человек, который в творчестве... связан творчеством слова. Вы видите, все вершины семантического треугольника уже, так сказать, обслуживается. Вещь, дело – это герой. Идея, там, идеал – это святой. И, наконец, слово, которое рождает и то, и другое. Идеал, идеал, и, так сказать, вещь – это вестник. Или поэт. Поэт в России больше, чем поэт. Вот это тот самый поэт. «Всякое творчество, кроме демонического, писал Андрей, совершаемое во имя свое и для себя, есть богоборчество. Им человек поднимает себя над собой, обоживая и собственное сердце, и сердца других». Значит, трехчастная схема и семантический треугольник запомнен. Но должен вам сказать, что это постоянная мысль, которую я в своих лекциях вам сегодня хочу внушить, что цельность типа определяется только целостностью всех видов, совмещенных в один вид. То есть, опять проблема троицы. Вот есть герой, вот есть святой, вот есть вестник, но только в целостном виде, вот как совмещенные вместе, как ипостаси троицы, они представляют из себя единственно точный и законченный образец русского типа. Ну, для русской ментальности третий герой, то есть, вот, герой-творец, в общем, не герой, потому что, действуя вопреки традиции, он совершает зло, какие бы благие цели он перед собой не ставил, он разрушает зло. Иван Лукьянович Солоневич, отражая, скорее всего, народную точку зрения, вообще полагал, что гений разрушителен, поскольку ломает устоявшийся лад жизни. Этот счет у него очень мало хорошего. Но и герой-святой тоже разрушают. Они, каждый в своей сфере, они что-то рушат, что-то ломают. Но не будем слишком придирчивы, хотя потому, что не каждый из нас герой-святой или поэт. Вот, если вот так вот посмотреть на всю нашу классическую литературу, мы увидим, что даже в классической литературе 19-го столетия вот эти типы преобладают. То есть, классическая литература нового времени, вот эти старые народные типы, она, конечно, методом изменения форм, при норовлении к своим обстоятельствам и логике развития характера, она, конечно, изменит. Но все это тоже самое может делать. Ну, например, братья Карамазовы. Исследователи братьев Карамазов видят как бы коллективный портрет. Бескорыстная любовь Алеши, эмоциональность, эмоциональная сила Мити, до конца идущая рефлексия Ивана и подлая маргинальность Смердякова. Четыре варианта тех же двух типов. Правый, левый, герой, святой. Хотя ничего героического в этом нет. Но сила характера, она как бы показывает возможность и потенцию для развития либо в святость, либо в героизм. Ну, конечно. И с оборотной стороны. Подлая маргинальность Смердякова. Если вы посмотрите основных героев классических наших произведений, не все укладываются в эту схему, если ее копать, так сказать, до дна. Ну, есть какие-то оттенки, какие-то важности. Так вот, насчет классификации. Рассмотрим несколько описаний классификации с тем, чтобы эти свойства определить. Но с самого начала я должен предупредить, среди русских типов инварианта мы не найдем. Нет законченного и целостного идеального типа в реальном осуществлении. Именно потому, почему я сказал. Потому что цельность только в их слегянности. Это символическое подобие троицы, в которой цельность божества определяется троичностью его века. Вот то же самое и здесь. В этом, между прочим, сила русской ментальности, ее гибкости, выживаемости во всех условиях. Нет инварианта. Душить нечего. Хватило одно, другое нет. Собирательная общность даже в терминах «народ» или что-нибудь вовсе не то живое целое, что мы могли бы объединить как целое. Розанов говорил, смотрите, удивительно, история вся развертывается в два собственного ряда людей. Истинных, зиждителей всего ее узора, юродивых и полководцев. Значит, этот человек, этот философ со своей извращенной ментальностью увидел в типах только двух. Юродивые – это, видимо, интеллигенция. И полководцы. То есть герои и святые в конечном счете. Он их просто называет в соответствии с тем, с духом времени, в котором живет. Потому что святые все стали юродивыми. Дальше я вам покажу, что юродивые – это вообще кликуха любого интеллигента. Потому что русский интеллигент всегда прятался от своей власти в свое сознание того, что он все-таки умнее своей власти. Ему нужно было показать, что да, батенька, ты все-таки самый главный. Вот это уже юродство. Ну, вот интуиция русских философов, мыслителей, художников, она все время прорабатывает этих два типа – святой и герой. Реально и действительно в их слиянности. Очень много об этом говорили, допустим, Иван Александрович Ильин, Николай Александрович Бердяев и так далее. Вот еще один вариант. Федор Степун писал о Владимире Соловьеве, символически соединившем в себе образы святого, пророка и ученого. Почему это идеальный тип для всех современников? Потому что все три типа сошлись с ним, все три ипостаси сошлись в нем одном. Отсюда такая неподражаемая демоничность всего личности и все, что мы о нем знаем, вся глубина его мысли, проникновение в русскую ментальность, которую он эксплицировал впервые. Он святой, вестник и мудрец одновременно. Вот это очень важное заявление, которое показывает, что да, может быть, такие типы есть, но они расстроены. В Москве есть молодой философ, который написал очень интересную книгу, Федор Гиренок, она называется «Патология русского ума». Патология не от слова дурость или что, а от слова пат. Патовая ситуация русского ума, для русского ума. Он очень хорошо сказал, говоря о степенях сгущения души, русской души, цитирую, «И что-то в мире связывается душой, связалась, и вот есть святой, а он антикультурен, святой антикультурен, связалась, и вот юродивый, а он несоциален, связалась, а где-то подает голос Иванушка-дурачок, а он нерационален». И это три состояния русской философии. Святой, и уродивый, и дурачок, Иванушка-дурачок, это три состояния русской философии. Говоря о типе дурака, мы потом к этому вернемся. Сейчас это сквозная тема западной, так сказать, русской культурологии, почему? После того, как Синяцкий написал книгу про Ивана-дурака, недавно и у нас ее издавали. Вот тут много на этот счет существует и находит в себе материал для своих суждений в большом количестве. Ну вот, все, что вот это сказано, это как бы взгляд на себя изнутри. А если извне, со стороны, всматриваться в эти идеалы, как-нибудь, может, мы найдем какой-нибудь объективный признак, с помощью которого можем познать самих себя и определить, как... Ну, это попытки делались. Допустим, Карл Юнг описал функционально-личностные типы, которых четыре. Эмоциональный, ситуативно-сенсорный, мыслительный и интуитивный. Четыре типа, значит, эмоциональный, ситуативно-сенсорный, мыслительный и интуитивный. Вот, если рассмотреть, я перечислю признаки, которые характеризуют любого типа, мы посмотрим, какой из них характерен для нас. Эмоциональный, ориентирован на прошлое, как воспоминание, характерен сильными переживаниями, всю ответственность берет на себя. Второй, ситуативный и сенсорный, ориентирован на настоящее, активен, нетерпелив, неспособен ждать, хочет действовать. Нам надо сегодня, нам надо сейчас. Сегодня построим коммунизм, сегодня построим капитализм, завтра посмотрим. Будем перестраивать. Третий, мыслительный, предпочитает жить в соответствии с известными принципами, рационально планирует свои действия. Время мыслит, как идущее из прошлого, в будущее. Тоже не русский тип. Четвертый, то есть интуитивный, ориентирован на будущее, живет в условиях постоянного расширения свободы и творчества, всегда устремлен к горизонту, за которым мерещится рай земной. Вот русский человек. Еще раз. Ориентирован на будущее, завтра будет лучше, пусть наши дети живут лучше. живет в условиях постоянного расширения свободы и творчества, расширяет вокруг себя пространство, так сказать, комфортного существования. Всегда устремлен к горизонту, за которым мерещится рай земной. Там, где-то вот там, там за поворотом, вот это будет хорошая жизнь. Ну, разумеется, каждый из этих четырех типов в каждом народе присутствует, но, в общем, скорее, четвертый тип является русским. Ну и другие последователи, в нем, там, Эрик Фром и так далее, определяют эти гармонические типы. Иван Александрович Ильин, вот, анализируя литературу, написанную в Германии, во Франции и в Англии, между двумя мировыми войнами, о русском характере, когда готовились к войне с Россией, и изучали его обстоятельства, и у Солоневича есть остроумное замечание относительно того, как Гитлер прогадал, наступая на Россию. Он изучал русского человека, по Достоевскому, и решил, что русский север такой вот, которого через коленку ломать, очень даже удобно, он еще благодарить будет. И пошел. А там, оказывается, совсем другие люди, не по Достоевскому. Другие характеры, другие типы. Так что, вот, всякие обобщения, этот счет делались, было очень много таких трудов, Иван Александрович Ильин выделил, вообще, в человеческой истории, четыре человеческих типы уклада. Гармонический человек, героический человек, аскетический человек и мессианский человек. Значит, гармонический, героический, аскетический и мессианский. Аскетический и гармонический уклады статичны. Они предполагают завершенность мира. Человек аскетический и Они довольны тем, что есть. Один с высокими потребностями, другой с мелкими. Два других уклада, то есть героический и мессианский, динамичны. Но героический человек говорит, без меня мир погиб и бросается его спасать. Тогда как мессианский человек полагает, что без Бога мир погиб и бросается служить Божьей воле. Опять герой и святой. Вот герой и святой, опять мы возвращаемся к тому же самому корню, который сформировался, кристаллизовался и даже назван в Средневековье, после 15-го столетия в русском реализме, отшлифовался и представляет собой зерно, конечно, русской мемотарии. Аналитический подход к классификации, который предлагал Ильин, позволяет выделить характерные черты русской ментальности. И Иван Александрович перечисляет эти особенности. Свободолюбие русского человека. Русская душа хранит свою духовную свободу. Его непримиримость к чуждой культуре. Это называют нигилизмом. Непримиримость, непримиримое отношение к чуждой культуре. Следующая черта. Способность прощать обиды и неправды. Прощать. Остывает. И смирение. Русский человек метафизический оптимист. Оптимист метафизический. Представляете? Это значит, как его по голове палкой не бей, он всегда вперед идет и еще и смеется. Потому что он, цитирую, внутренно веселый человек. Он внутренно веселый человек. Он антирационалист. Он никуда не ломится и не торопится. Потому что не рацию ведет, а чувство. А чувство говорит, погоди, поперед падет, пекло не лезь. Вперед не высовывайся, сзади не оставайся. Вот такое все такое. Затем. Русский человек не любит государство. Мы об этом с вами говорили. Это правда. Потому что он живет в обществе. В своей среде. Он не хочет, чтобы он был одним себе. Он добр не из чувства долга, а потому что это ему присуще. Не долг, а справедливость. Ему присуще. Он думает о целом, о мире. И движим чувством братства. Братство совместное. Вот сейчас показывает нам передачу такую, по первой программе, последний герой по телевидению. На необитаемом острове они друг друга, значит, выбраковывают одного за другим. Вот это вот воспитание русской ментальности западноевропейского, даже американского индивидуализма. Представляете, вот я видел такую трогательную картину, как одну выбраковывали девушек по имени Лена. И как они все с горечью говорили, ну что поделать надо. Правила игры требуют, чтобы мы вот это. На самом деле, нет. И сами признают, что мы сможем выжить здесь, только когда мы вместе. Вот это натуральное, стихийное, органическое свойство русского характера. Это его ментальность, общинность. У них нет государства там, у них нет власти. Они любят общинность. Ну, вот воспитывают такую черту, которая разрушает внутреннюю. Вот откуда русская национальная идея. Я опять цитирую Ивана Ивановна. «Спасение человечества придет из России». Вот это мессианская идея, которая очень много хороших дел испортила. Ну, в общем, то, что говорится. Я думаю, что закончить вот все это рассмотрение с разных сторон, их много таких концепций, можно, обратившись к психологической схеме или к другу. Психолог Айзенга. Это Айзенга. Так она и называется. Круг Айзенга. Айзенга. Тут такая психологическая схема есть. Ну, она примерно так. Круг, который делится на четыре части, в каждой из которых записываются определенные признаки. Если вас эта проблема заинтересует, полезно обратиться к книге Андрея Леонидовича Васоевича. Васоевич. Это наш профессор в кафеле политической психологии. Андрей Леонидович. Книга его вышла в 98-м году. Она посвящена как будто рассмотрению ментальности восточных народов. Ну, очень интересно там пока. Там, в этом круге, можно определить, так сказать, собрать разрозненные особенности, черты в форме психоглоса, которые присущи тому или другому народу. Они противопоставлены попарно. И вот общим синтезом все эти черты предстаются максимально близки к народной ментальности. Вот четыре сектора. В противопоставлении положительных и отрицательных, верхнее положительное, нижнее отрицательное, да? Вот по горизонтальной черте. В противопоставлении положительных и отрицательных энергий при четком различении правостороннего и левостороннего качества. То есть, преобладающим логическим и преобладающим чувственно на таком образом, что ли, представлении относительно деятельности полушария. Выделяются четыре сектора. Все признаки которых коррелируют относительно признаков им противоположных. Русский тип выделяется совершенно четко. Это положительно-верхний, образно-символический, правосторонний сектор. Основные вычислили. Вот это. Положительный. 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 Верхний, образно-символический, правосторонний тип. Этот тип коррелирует с сангвиническим и холерическим темпераментом. Холерический темперамент как основной, базовый. И обладает признаками, из которых можно назвать следующим. Стремление к равенству. К равенству. Равенство понимается как справедливость. Ориентация на одновременность. Метанимический тип мышления. Метанимический тип мышления исключает интерес к причинным связям. Нечего говорить о причинах, то есть о последовательности метафорического плана, если все рядоположено. И здесь скорее связи условные. В каких условиях происходит то или иное событие, и осуществляется тот или иной факт. Затем. Естественность цельного. Живым может быть только целой. Вот я вам сказал, что ментальность может быть только в слитности всех ипостасей. Деятельность в непрерывности. Тоже признак. Не дискретность, а постоянство действия, направленность действия, континуальность такая в развитии действия. Маркировка будущего, а не прошедшего. Конец важнее, чем начало. Поэтому причина не важна. Какая бы она ни была, в каких условиях она ни возникла, она будет развиваться в соответствии с заданной. Целью. Цель направляет. Конечная причина. Ради чего. А нет какой точек. Затем положительная энергия созидания. Положительная энергия созидания. Органическая потребность этого. И развитое иррациональное смышление. Или развитая. Иррациональное смышление. То есть интуиция важнее. Это коренная формулировка, которая не раз повторяется у русских философов. Интуиция открывает, логика доказывает. А вот творчество в открытии, а не в доказательстве. Это очень важная особенность русской ментальности, к которой мы еще вернемся, когда мы говорим о русской мысли, о русском мышлении. Вот это. Ну, тут еще можно добавить экономия речевых усилий. Болтуны у нас всегда были не в части. Особенно в средние века, когда развивалась идеология эссихазма, то есть молчалников. Национальное и этическое предпочтение, перед прочим. Теперь социальные характеристики этого типа. Это экстраверты. Склонные к коллективизму и альтруизму. В целом, это пассионарии с высокой энергетикой. Им присуще чувство независимости, искренности, доверчивости. Это люди верные в жизни, но иногда с завышенной самооценкой. Они о себе думают лучше, чем они есть сами по себе. Это понятно. Почему? Потому что цель важнее причины, а цель – это идеал, к которому я стремлюсь. Я завышаю свои, так сказать, мнения о себе и тем самым постепенно делаю себя таким, каким с самого начала представил. Им присуще чувство независимости, значит, искренность, доверенность, ориентация на имя, а не на мысль и на вещь. То есть это реалисты в конечном счете. Среди многочисленных частных признаков этого типа имеется такой, который можно понять и превратно. Это опьянение. Опьянение. Вот русский человек. Веселье Руси есть пить, якобы сказал Владимир Святой, который сам был выпить, не дурак, да, а теперь вот все пьют, запивают, запивохи и так далее. Но имеется в виду здесь не вульгарный запой, а общее состояние опьяненности, которое возникает при любом деле. Это творческий порыв. Или то, что философ нашей питерской школы Иван Иванович Напшин называл инспирация, вдохновение. Вот эта опьяненность, которая возникает в любом деле, как будто азарт свершения такой, близость победы, какое-то лихое гусарство, когда все, в связи с этим очень интересно рассмотреть термин авось, о котором сейчас много пишут, по-моему, я говорил вам отчасти об этом, но вот авось и суждение об авосе со стороны Вишбицкой, что вот это показывает, что русский человек, слабый человек, это русский человек всегда надеется на авось, он фаталист, он думает, авось вы кривая вывезет, авось спасут и вовсе нет. Это на самом деле то же самое, что вот, ну, скажем, латинский термин «fora ut», который Даль приводит, он переводит наш авось латинским «fora ut», значит, что такое «дать фору», «дать фору». Как будто, да будет так. Это наоборот, яростный порыв, когда вот кажется, что никаких шансов нет, но мы будем все равно действовать. Авось пронесет. Или вот у испанцев есть соответствующий термин «дуэнде» тоже значит, что это вот «а». Ладно, пропадает так с музыкой и вперед, и побеждают. Вот что такое вот совершенно другое толкование, чем у уважаемой Анны Вишбинской. Ну, ее уже порицали очень многие наши специалисты по истории культуры, по ментальности и так далее. Поэтому уже теперь говорить это нет. Вот это, кстати, я должен сказать, что этот термин чаще всего потребляется именно в летописях, в такой летописи, где очень много разных гулиных сюжетов, как ипатийская летопись. Вось – вперед. Вот такой общий портрет, составленный из случайных, по видимости, черт. Портрет, который еще не сам по себе, а вот на фоне трех других портретов рисуется и так далее. Вот по Айзинку, да? На фоне трех других этих секторов, противоположных ему, среди черт которых встречаются и такие, которые русскому характеру и русской ментальности как-то не с руки. Например, этой ментальности противопоказаны, и в ней они не активизируются. Я сейчас назову какие. Бисексуальность, некрофилия и самодовольство. Вот этих черт по определению не может быть в этом типе. Это левосторонний, нижний тип. И, слава Богу. Назовите, пожалуйста, какой-нибудь культурный тип, где некрофилия была. А вы эрихофромы читали? Эрихофромы не читали. Почитайте. О немецкой некрофилии очень хорошо и многое. Это другой тип. Это не связано с такой уж любовью, да? Но тип, который способен и возможен, это так. Эрихофром. Он там в связи с Гитлером. Портрет Гитлера описывает. Это тоже какие-то выверты. Конечно, нельзя сказать, что это национально. А бисексуализм, бисексуальность, это что, у нас тоже вроде какое-то невозможно. Опьянение, да. Опьянение победой. Опьянение славой. Как говорил Ключевский, русский человек всегда в деле хорош, но портится, когда его начинают хвалить. В славе он никуда не годится. Да, вот опьянение. И в каком же будет тогда сегменте? Кто? Метопилия. Лево-нижний, кажется. Лево-нижний и бисексуальность тоже там же, да? А вот где бисексуальность, я не помню. Может, она везде. Кто ее знает? Вот эти специалисты считают, что бисексуальность, сейчас прочту правильно, бисексуальность или, например, вот бесплодие и так далее, она развивается в том обществе, в той среде, которая приговорена к вымиранию. Это одновременно и социально, и социально. Я недавно прочел такую статью одного неполитического психолога, который обосновывал это явление на генном уровне. Любое сообщество, любая популяция определенного региона, она как бы сначала запрограммирована на определенный цикл развития, а потом разрушается и поддается, так сказать, исчезновению. Он рассматривает это на многих животных. Например, доказывается, что и динозавры исчезли не потому, что молния на них рухнула, или какая-то скала свалилась, или им холодно стало, или все папоротники сожрали. Просто потому, что они были запрограммированы на несколько, так сказать, миллионов лет, подготовили структуру для нового витка культуры и появились более, так сказать, приспособленные. А сами своими телами создали для нас современные топ, топное энергетическое сырье. Это ведь динозавры, нефть и все прочее. Вот циклами развивается. Также приговорены определенные виды там животных, или там, да и человеческие коллективы. Вспомните вот Римскую империю, как она умерла. Не потому, что их пришли с мечами Атилы и другие гумы, а потому, что они вырождались, вырождались. И, собственно, Римлян уже не осталось. Ну, это другой вопрос. Я просто хочу сказать, что это не значит, что здесь вот внизу находятся сплошь отрицательные. У них есть свои сильные стороны. Логическое мышление, строгость там всяких. Здесь, везде есть отрицательные. Я осматриваю только русский. Я вас советую посмотреть эту книгу Андрея Леонидовича Васовича. И со всеми его схемами, но только имейте в виду, он рассматривает каждую из этих признаков отдельно, как они располагаются. А потом их надо как-то совместить, все эти признаки в определенном секторе их надо совместить, как это я сделал. Потому что карт там очень много, они все... Он это изучает на законченном цикле развития, на древнеегипетской культуре и показывает, как это происходило. Вот уничтожение, доведение до конца ментальности, может быть, действительно запрограммировано на генном уровне. Мы все время говорим о русской ментальности как ментальности реализма. То есть раздвоение сущности, удвоение сущности, вот такие персонифицированные общечеловеческие ценности можно представить как определенные идеальные типы, как личности, которые известную доминанту народного характера себя воплощают. И тогда перед нами являются следующие персонажи русской истории. Признак святость-духовность, святой, знание-информация, мудрец, мастерство-искусность, мастер, дело-предприятие, бытовое что-то, простец. Вот этим термином обозначался простой человек, светский, не советский, светский простой человек. Хозяйство-богатство, государь, потом татарское слово хозяин. Слава-популярность, герой, власть-могущество, царь. Ну, пока достаточно, мы посмотрим, что получается. Но поскольку логика реализма требует своей противоположности, каждый из этих идеальных типов непременно двоится в противоположности. И в результате чего возникают чисто русские, назовем их, национальные образы, внешне противопоставленные вот этим названным общечеловеческим. Но они на самом деле воплощают коренные свойства того же типа, но только в преувеличенном виде. Это крайности, потому что середины русский человек не знает. В таких типах проявляется, так сказать, русское бесстрашие. Дойду до конца и так далее. Вот эти типы. Святому противопоставлен юродивым, как отелесниный святой. Отелесниный такой предмет, избегающий серьезности состояния такому в бесстрашном слове. Он словом разит. Мудрецу противопоставлен дурак, как умный безумствование, безмудрствование. Мастеру противопоставлено сразу несколько типов. Они влащают собой такой образ неделания. Ну, потом мы к ним вернемся. Простецу противопоставлен простак, который в различные переплеты попадает, когда приступает к делу. Простец – простак. Государю-хозяину противопоставлен скаред, скаред, доводящий хозяйство до крайности, искаженным своим пониманием богатства, скаред. Герою противопоставлен странник. Он тоже, как и герой, путешествует, перемещается в пространстве, но с другой целью. Он оторван от родной почвы и, можно сказать, еще заступник. Герою может быть противопоставлен заступник, как воплощение защиты в мирских бедствиях. Заступник тоже может быть. Царю противопоставлен самозванец, роль которого понятна. Как и все личины, святой, мудрец, мастер и прочие талики. А иродивый, дурак, простак, скаред, странник – это личины, их противоположности и преувеличенные копии, доведенные до крайности. Как и все личины, простак, самозванец, дурак – всего лишь социальная роль. Простец живет, в простака играют, мудрец творит, дурака валяют, царствует царь, самозванец делает вид. И так далее, и так далее. Может быть, очень много разных предприятий, но они все как бы понарошку, как бы с издевкой, изнаночным образом. Они осуществляют ту же функцию, но как бы со знаком минуса или наоборот. Вот, может быть, в этом смысле и следует понимать набросок Федотова о двух типах. Левый портрет представляет ценности общечеловеческие, а правый – самобытно русские. Изнаночно вывернутые в насмешливости своей над типологией вообще, над всякой типологией. Я уже сказал, нет, у нас нет ин-вариантов. Они все дробятся во многих вариантах. Это постоянная основная беда всякой концепции и реализма, что нет вообще. Второй тип сформировался как ответ на несообразности жизни и противоречия жизненных ситуаций. Мудрец идеал, а дурак нет. А в жизни одни дураки и есть. И каждый в своей жизни мог быть то дураком, то иродивым, то мудрецом, то простецом, то, может быть, даже царем. Не знаю. Вот то, что кажется, и то, что есть, это все время различается. На самом деле, вот эти все искаженные типы, личины, они как бы свою жизненную энергию сохраняют под видом какой-то неопределенности, размытости, какой-то противоречивости и так далее. Вот это вот они все представляют. Ну, что мы скажем. Царь, государь, герой переходят в ранги ликов из язычества. Это еще языческие типы. То есть власть, богатство и подвиг. Их функции. Царь власть, государь богатство и герой подвиг. Это святой, мудрец и простец. Они как бы какую-то неоформленную идею продолжают. Может быть, из Византии заинственную. Только к 15 веку складываются, как законченный тип. Об этом тоже Федотов писал, святые древние Руси. К концу 15-го, начало 16-го века у нас сложилась уже идея святого. А кинетический тип русской святости не раз написан. И тогда митрополит Макарий как раз начинает свое большое предприятие, собирает все жития русских святых, составляет канон, чейки и нея. Вот это 15 век. Святой, мудрец и простец. Это проявление такое. Теперь они становятся участниками истории. Они действуют как силы духа, разума и души. Святой дух, мудрец, разум, простец, душа. Душа человека. Простец простой. Что значит простой? Открытый. Простой, открытый. Простой карандаш – это очининный карандаш. Потом мы стали понимать, как бесцветный грифель, потому что появились цветные грифель. Простой, открытый человек. Святой – это дух, мудрец, разум. Простец душа. Мастер – это просто идея. Только, чистая идея. Которая вот и оформлена заемным латинским словом. Магистр, мастер, да? Он в деле проявляет. В общем, этот тип сложился в 18 веке. Данила Мастер выходит на сцену, когда выходит на сцену идея личного авторства. Не коллективного, анонимного, народного творчества. А вот автор появился. Поэтому появился и мастер. Силу проявляет в себе, да? Силу и славу. Образ мастера шире всех этих прежних, мастера Маргарита. Кто так? Сила и слава. Пожалуй, так. Такие понятия из абстракта. Вот три выдающихся церковных писателя эпохи Средневековья. И имена, и тексты которых известны, которые стали образцами для своего времени. Смотрите. Иларион Киевский, 11 век. Кирилл Туровский, 12 век. И Епифаний Премудрый. Это конец 14-го, начало 15-го века. Иларион – человек дела. Организатор церкви. Это представитель той идеи, когда главенствует вещь. Конкретно дело. Сподвижник Ярослава Мудрого. И текст его, слово «Закон и благодать» тоже конкретно слеплено из разных фрагментов, очень искусно. Кирилл Туровский тоже человек дела, но у него уже другая задача. Он, пользуясь тем же священным текстом, он как бы наполняет его смыслом характерным для, и важным, и нужным для русских людей и его времени. А вот Епифаний живет уже на рубеже 15-го столетия, когда Древняя Русь кончилась, когда создается московская государственность. И вот тут та же самая задача, что стояла перед Галларионом или Кириллом Туровским, он решает ее иначе. Он уже весь живет в стихии. Не дело, как Галларион, не мысли, как Кирилл, а слово. Слово становится основной точкой, которая сходится. и идея, и вещь, и так далее. Ну, можно сказать, между прочим, смотрите, Илларион украинец, Кирилл белорус, Сергий русский. Значит, можно было бы сказать, так иногда говорят, что один воплощает собой идеологию, так сказать, украинской ментальности, другой белорусской, но это было бы большой натяжкой, потому что в то время еще никакой разницы между русским, украинцем, белорусским не было. Скорее, эта разница в 16 столетии оформляется. Да даже в 17 веке Богдан Хмельницкий воевал с поляками, называя себя русским. Так что какие-то вещи очень трудно определить, как она на самом деле была. Ну, теперь я хотел бы постепенно рассмотреть разные типы из тех, которые назвал. Ну, начнем со святого. Тип святого. Не следует понимать, что я говорю о конкретных святых. Вот святой Сергий Радонежский, там кто-то еще, другой. Я говорю о типе, который своими чертами может существовать в каждом, даже живом человеке, потому что потенциально он может быть святым. Никто не знает. Как в житии или жизни он себя проявляет. Так вот, один из философов наших современных вот такие слова сказал, мне показалось, что это верно, и я хочу это честно. Любой другой в качестве образца, герой, мудрец, святой, идеал только самого себя. И то не вполне. Он идеал самого себя. Он всегда самозванец, поскольку эти сущности ненаблюдаемы. Они иррациональны. Поэтому мы не можем в современном человеке, вот среди нас живущего, мы не можем даже себе представить, кто из них на самом деле герой, гений, святой. Мы не знаем, это время покажет. Потому что их кристаллизует их как образцов время, проходящее после их кончины, после того, как они ушли. Ну, история с Пушкиным. Поскольку классические тексты Пушкина были положены в основу в создании грамматики академической, я вам говорю, Востоков. Поскольку на него ориентировались как на образцовые тексты все академики, Гротт издавал его, скажем, его орфографию учитывал Яков Гротт, он создал русскую орфографию и так далее. И поколение гимназистов изучали русский язык по текстам Пушкина, запоминая, да почему гимназистов? До недавнего времени. Мы до сих пор разговаривали друг с другом, иногда, когда нужно какую-то мысль перефразировать известным текстом, мы всегда аллюзиями или перефразами пользуемся. совершенно недавно ой, как быстро время прошло, да, счастливые часов не наблюдают и так далее, и так далее. Вся наша межтекстовая коммуникация опирается на тексты Пушкина, именно потому, что Пушкина создали академики Востоков, да и Даль тоже, который по существу исполнял программу начертанную Пушкину изучать народный наш язык. Вот он стал бросаться. Ну когда? Правда, современники уже чувствовали в нем силу, что поэт в России больше, чем поэт. Это было, конечно. Но тип создается потом. Ну, святость, как идея, это достояние христианства. Сам термин является переводом греческого слова кенозис. Самоограничение, самоистощение, самовольное мучество, духовное. и отказ от мира. Казалось бы, как от мира отказаться? Такой сахар не есть, девушек не любить, да что это заржить? А вот отказывать. Смысловое содержание идей святости философы понимают, как истощание в творчестве. Истощание. Это слово Бердяево. Истощание в творчестве. Особое какое-то нарушение всех норм обычной жизни, скажем, у эродиевых. Обивалентность, стыда и бесстыдство и так далее. Вот это святость, которая признает в этой русской ментальности. Но святость индивидуальна. это человек один, сам, по доброй воле святой. Они заточают себя там во всякие. Я имею в виду средневековый, современные, наверное, они заточают. Посмотришь, какие они сытенькие, я так и ушу. Нет, не заточают. Но заточали. Меня поразило, как в Псково-Печерском монастыре, рассказ об одном подвижнике 19-го полного века, который на несколько лет себя в небольшом таком пространстве замуровал, только окошечко для пищи и воды оставил, принимал помалу, и то он задоснулся в своих испражнениях через несколько лет. Там жил кошмарное подвижничество. Но зачем? Это крайний случай. Это уже какое-то иродство. Однако святость индивидуальная. Святой посредник и заступник. Его функция увеличивает градус добра. На своем примере показывает, что добро это хорошо. Вот не всякий человек решится на такое. Простой человек боится святости, потому что желать святости это гордыня и грех. Гордыня и грех. гордыня и грех. И слава Богу, потому что, как кто-то из наших философов заметил, представить святым весь народ невозможно, потому что это коллективное самоубийство. Все святые, все замуровали себя, живут в своих испражнениях. Это прекрасно. Вот Бердяев говорил, Русь называет хомяков святой не потому, что она свята, а потому, что она живет идеалом святости, потому что русский идеал есть идеал святого прежде всего. У святой Руси нет никаких особенных признаков, ее не сыщешь на карте, она вне времен. Я веренцев сказал, святая Русь понятие не этническое, а этическое. Святая Русь понятие не этническое, а этническое. Когда мы заговорим о русской ментальности, сразу аксиологический перекос в этическое, в этическое, в этическое. Конечно, святой как идеал, он до предела ригористичен, аскетичен и так далее, но он своим примером показывает другим, что в известной мире вот именно так. Вообще Русь, Московская Русь в 15 веке смогла подняться именно благодаря монастырскому послушанию многих монахов. По типу Сергиева монастыря Сергия Радонежского с их хозяйством, с обережением окрестных селян, с созданием новых сортов, даже яблок, груш, леслив, которые мы до сих пор еще не подавали. Вот это собирание постепенное вокруг маленьких участков потом среплялось больше и создавалось русское государство. Ригоризм и аскетизм это особенность в это время была. Поэтому прав Федотов, который говорит, что возрастание русской святости это 15 век, в 16 веке идет на спам. Это исторически определенное и нравственно необходимое было явление, движение. Нужно было для воспитания русской души, для воспитания нравственности. Это было важно. Но там было не без издержек, были внутренние противоречия, и осифляне, и осифолоски, нестяжатели, неусорские, которые говорили, что надо служить Богу, а не заботиться о поместьях. И то, и другое было важно, оказалось существенным. Лев Красавин выделял три уровня святости. Три уровня святости. Эти три уровня вообще как раз характеризуют, обратите внимание, три, характеризуют троичность сущность, существующая в трехмерном пространстве. И опять все к тому же, троица. Три уровня святости. Первый, праведность, это то, что требуется от каждого. На этом уровне. Святость это вот то, чего добивается святое, как идеал и образец этой жизни. Иногда священство, высший уровень, который уже, к которому относятся посвященные люди, которые уже близки к настоящей святости. вот интересное отличие русского святого от святых в иных странах, в иных землях. Аверинцев очень хорошо об этом сказал. Византийская святость суховата, автономна, самодостаточна. Это индивидуальная святость. Русская эмоциональна и чувствительна, эмоциональна и чувствительна, обнажённа непосредственно. Византийская святость ближе к священству, русская праведности. То есть к священству византийская святость она парит, она как бы отдаляется от мирян, от людей, для которых она образцом и слушает. А тут наоборот желание слиться с ними, дать, передать свой духовный опыт, сделать их такими же, как поднять. Вот эти слова Бердя, если бы не было Бога, не было бы куда расти. Так вот не было бы святого, не было бы куда подниматься духом, вот как-то совершенствоваться, как-то озираться по сторонам и не останавливаться. Григорий Померанс очень хорошо сказал, что у евреев святому противопоставлен предатель. А у русских тиран. Тиран, деспот противопоставлен святому. Значит, у русских, для русских святой это человек, который не способен кем-то там править, руководить, тиранствовать. Это противопоставление по деянию, по действию, по делу. Вот тот же Корсайн говорит, на Западе святость есть торжественное высоконравственное деяние, то есть овеществленное дело, социально-общественное действие, перед которым преклоняются. вот это святость. Это что-то нечто. Это ближе к пониманию святости, но святости, конечно, личной святости, поэтому и наука изучает психологию святости, там, на Западе. Как индивидуальность святого проявляется вот его личная святость у русских это религиозное чувство поклонения перед тем, что, цитирую, дает избавление, спасает, защитит молитва, пост, покаяние, необязательно торжественное, как на Западе, подчас обыденное и почти незаметное служение осуществленной идеи. То есть, это не личная соборная святость для людей. На Западе перед святым поклоняются. У русских святого чтят. И поклоняются, чтят, то есть почитают. Разница. Это уже разница опять духовная, нравственная, личная, может быть, даже не подают, вьющаяся разуму состояние, с которого человек и снимает для себя образцы духовного поведения и жизни. Ну, это, конечно, праведность, то есть, кинетическая святость, ну, конечно, с какими-то установками, которые раздражают в русском человеке, меня лично раздражают, непротивление, самоотверженность, жертвенность, жертвенность, с собой пожертвовать, только чтобы детям лучше было, или чтобы китайцы могли победить в своей революции, вообще что-то такое, чтобы вот как-то отказаться от себя, ну, пусть там будет, пусть там повышается градус добра, я уж, переживу. Вот это вот. Это, конечно, перецательная сторона. Это, историк нашей церкви, профессор Клебанов говорил, что функция святых в нашем обществе была, это стремление святых как бы изнутри переделать мир, изнутри. Герой там снаружи ковыряется, а этот изнутри хочет, чтобы в душе немножко подкрести, может что-то понять. То есть переделать мир идеально, согласно идее. Ну, вот. Вот это так, вот такое аскеза. Да, кстати, вот термин труд. Это из монашеской жизни, труд. Крестьянское дело, или теперь говорят бизнес, или рабская работа, тяжелый черный труд, а монахов труд, трудиться, они не работают и не дело делают, они трудятся, потому что это телесный труд в таких тяжелых монастырских послушаниях, это 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 не сколько физическое напряжение, сколько духовное, душевное. Это трудная работа, а не тяжелая как раз. Трудная работа, трудник, трудяга, но труд это вот это духовное, это скажем, герой идет на дело. еще льва тостопом, дело грозило быть таким-то, воинское какое-то сражение, стычка, это труд, душевный труд, и рабство. Труд совершается по доброй воле, а не из-под палки, как работа. Рабство и работа это абсолютные синонимы, только рабство это церковный славянизм, а работа это русское слово, суффиксы распределяются. Поэтому, когда человек идет на работу, это нехорошо, а когда он трудится, это прекрасно, потому что труд создал человека, обратите внимание, труд создал человека, если следовать известной формуле, утверждаешь, что человек произошел от обезьян, это вот труд создал человека, а не работа, и не дело, не бизнес. Ну, в общем, я уже это кончил, думаю, уже все понятно, еще осталось только сказать, что русские святые всегда имели свою специализацию, это тоже очень характерно для православия, потому что православие впитало в себя некоторые языческие черты, понимаете, народ созывал своих святых, и сон святых, Клебанов говорит, генетически был связан с политеизмом народных верований, вот этот святой покровитель целителей, этот заступник, этот покровитель земледелия, это за коровами присматривает, это дождь дает, и так далее, и так далее, это многогранно, они все какие-то такие, теперь обратите внимание, великий чатименей, середина 16 века, большое грандиозное государственное предприятие, митрополит Макарий, во всех волках земли русской ищет святых, и где их не было, их просто из ничего лепят, потому что канонизированный цветой этого места осветляет и освещает эту землю как русскую землю, потому что она становится частью святой Руси, и вот это создается летопись, которая объединяет в себе историю России, создаются различные законы и создаются номинированные пространства, пространства России осваиваются духовно вот этими святыми покровителями этих мест, точно так же, как когда-то в языческой древности, у каждого урочища был свой покровитель, лесной дух, какой-то гном, эльф, или может быть какой-нибудь поттер, в общем, что-то плела, вот это как бы покровитель этого места, процесс развития святости совпадает по времени с процессом идеации в слове, я вам говорил, что троичный процесс ментализации, обобщения, то есть расширение объема понятия в результате заимствования христианской культуры, потом идеация, выход на содержание понятия, поиск нового средства для обозначения того, что в этом и, наконец, идентификация, сопряжение содержания и объем понятия в установлении собственного понятия, это 18 века. Так вот, развитие святости совпадает по времени с идеацией, то есть в обоих случаях и развитие святости и идеации в слове речь идет о насыщении символом смыслом, 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 смыслом наполняются уже готовые форумы, то есть телесные знаки существования в пространстве святое этого места или в функции он покровитель животных или покровитель птиц или покровитель женщин или что-то такое. Вот это очень важная сторона делок, в которой нет ничего, конечно, сугубо мистического. Все очень конкретно в деловом отношении и так далее. Так что русская святость символ совести это, как сказал Семен Франк путь к свету. Свету и святой одного корня. Свет и святой одного корня. Внутренний путь духа в душевном труде совести. Это тоже слова Франка. Внутренний путь духа в душевном труде совести. Я вот хочу кончить прекрасными словами Бердяева, Николая Страхова. Николай Страхова это тоже Толстого с Леонофилем. Поздний Слафилем. Мало быть честным, мало быть добрым. Нужно быть чистым, нужно быть святым. Вот залог человека какие-то вот о котором говорили. Вот Ибердяев гении творили, но недостаточно были. Святые были, но недостаточно творили. Это тоже, между прочим, афористичность наших философов, поэтов, вообще хороших культурных мыслителей, она поразительна. Она очень точна и тёмко выражает суть самой ментальности. Гении творили, но недостаточно были. Их нет. Святые были, но недостаточно творили. Зачем им творить, если само их существование, то, что они были, делает возможным повышение градуса добра, чистоты и так далее. русская святость это святое. Я действительно кончу словами Федотова из его книги «Святые русские». Этот идеал веками питал народную жизнь. У их огня вся Русь зажигала свои лампадки. Если мы не обманываемся в убеждении, что вся культура народа в последнем счёте определяется его религией, то в русской святости найдём ключ, объясняющий многое в явлениях и современной секуляризированной русской культуры. Это может быть правильно. Но повторяю, святость как идея, как идеал, а не вот святой, которого следует. Есть много досадных случаев, но нет, не хрень. Следующий это герой. О герой несколько слов успею сказать, потому что всё тут понятно. Иван Солоневич, который выражает русскую точку зрения, вообще выступает против всяких героев. Поскольку герой, героическое есть исправление ошибок и разгильдяйство, допущенное при подготовке к делу. Вот что такое герой. Герой своим телом закрывает ошибки начальства, которые, ну это совершенно справедливое мнение, которое, мне кажется, совершенно верно. Не то же было раньше. Никакого разгильдяйства не было на Куликовом мире. Там нужно было предназь, выбрать идти или не идти. Новгородцы не пошли. А литовцы, белорусы пошли. Как это понимать? В русском сознании каждое слово, передающее смысл с войнами связанными, отмечено отрицательным оттенком. Слушайте, война это ошибка. Тот же корень, что в слове вина. Вина, причина, война, битва, битье, рать, нападение, то же корень, что речь, яростное стремление, речь, ретивый отсюда, конь ретивый, то есть пешеный. Сражение это страсть падения, поражение, страсть падения. Драка, раздирание и раздор. Десятки других, которые мы уже можем позабыли. Даже сладкое слово победа горестью дышит, потому что значит по беде, по беде, по беде, то, что происходит после того, как беда прошла, после большой беды. Теперь посмотрите, наши воины, говорит Солоневич, по крайней мере большие воины всегда имели характер химически чистой обороны, так же, как германские завоевания и английские рынка. Не потому ли на трех языках термин война так близок к терминам добычи в немецком Der Krieg и Kriegen что значит добывать, добыча. Krieg, война, добыча, добыть. Война для добычи. Торговля в английском The Wall and the We're товары, продукты, там что-то. И бедствие в русском вой и война. Все великие завоевания кончались на нашей территории и нашей кровью. Завоеватели выигрывали мало, но не так много выигрывали и мы. Однако все-таки больше. Мы побеждали своим героизмом. Так вот, это тоже интересно. В русском языке война это битье, а не добыча. Вот француз Кюстин, который у нас в 1844 году путешествовал по России, его поразило то, что русские любят возводить своих героев в сон святых. Это как раз понятно, потому что святому противопоставлен герой. Кстати, первый об этом сказал, я вам все время говорю, святому противопоставлен герою, герой святой, Сергей Николаевич Булгаков в своих работах перед Первой мировой. Ну, этот противопоставил. Известно, такая вот. Возводя героя и гения в ранг святого, святого, русское сознание продлевает миг их подвига, делает его образцом, делает его идеалом. Ведь подвиг краткорит, он быстро, он проходит, он исчезает, как момент. А посвящение в сан святых, он делает его. Вот это, ну, святой воплощает совесть, герой чести, это я уже говорил, это тоже может быть. В отличие от святого, герой существует не в состоянии, а в событии. То есть, в состоянии, он находится, да, а это в событии. Ну, что еще можно сказать? о героях, вот, я рассуждаю о героях, какие герои? Герой нашего времени, или герой художественного текста, допустим, смерти Ивана Ильича у Толстого. Как они переживают, переходят, это состояние, и так далее. Ну, последнее, что я хочу сказать, о героях наших и западных. Также, это очень интересно. Бердяева, слова которого я очень часто привожу, сказал, что в России плохо то, что в России никогда не было рыцарства. Это очень плохо. У нас никогда не было рыцарства. Никогда не было рыцарства. Ну, вот, у нас были богатыри. А вот богатырь, он покончен и так. Вот, тоска по отсутствию рыцарства на Руси стала сквозной темой и у Бердяева, и у Ильина, и у других. Иван Ильин пишет. Спасение России в воспитании и укреплении русского национального рыцарства. Вот какое. А мне нравится очень хорошо объяснение, которое приводил Солоневич. Он говорил, что средневековый рыцарь, нет, средневековый разбойник действовал все так приблизительно во всей Европе. Но у нас он остался разбойником, а в Европе его назвали рыцарем. Значит, вот это отношение русского человека к рыцарству, потому что, вот смотрите, рыцарь больших дорог тоже рыцарь в этом смысле. Дон Кихот, Робин Гуд, Рэкетир. Измельчание типа происходит от того, что сам тип уже огрузнел такой самодовольной телесности. Это уже не идеал. Спустился вместе, он стал практичным, осмотрительным, он занят бизнесом и так далее, и так далее. Понимаете? Константин Аксаков выразил мысль справедливо. Русский народ не любит становиться в красивую позу. Русский народ не любит становиться в красивую позу. И дальше, следовательно, не крестовый поход составляет высшую цель русского героя. А, вот, вот эта цитата, это, я ошибся, это Геренок, Федор Геренок сказал в своей книге «Патология русского ума». В России разбойник оставался разбойником, в Европе разбойник стал рыцарем. Так она и есть. Это и есть рыцарь. Ну вот, это к вопросу о рыцарстве, которого нам не занимать стать. Я останавливаюсь на теме, которая называется «Мудрец». И оставляю вас наедине с вашими мыслями, повторяя, что чистого типа нигде нет. В русской ментальности инварианта тем более нет. И слава Богу, каждый может быть самим свободным. И говорить, что это и есть самый типичный тип. Есть вопросы? – Пожалуйста, российский характер, такое понятие есть? – Нет. Ну что значит российский? Вот, коллеги, давайте обсудим. Что такое значит российский? – Ну это мы все. – Вы знаете, что термины, ключевые термины культуры, они определяются ведь постоянно, они характеризуются постоянным обновлением формы. То, что мы называем сегодня российским, в средние века, называлось русским. Потому что русская государственность включала в себя этнически самые разные народы. Все они русские. Да и сегодня вот я не знаю, говорил я вам, читаешь про русскую мафию в Калифорнии, перечисляют фамилии, и там одна единственная славянская фамилия Дейтака Валенкова. А говорят, русская мафия. Почему? Русская воспринимает то, что выехало из России. Да есть российская. Теперь говорят осторожнее российская, потому что есть русский. А русский никогда не было этническим термом. Этнический терм великорусский, великорусский, малорусский и белорусский. Вот это этнический терм. То есть русский неэтнический терм? Нет, это государственный терм. Всегда был. Русским считал, вот сейчас я перечитываю, ну так, листал, потому что все эти материалы хорошо известны. Первый том книги Александра Исаевича Солженицына «Три века вместе». «Еврейский вопрос в России». Пожалуйста, еврей, выкрест, который принимал христианскую веру и поступал в университет, он был русским. То есть он был лояльным, подданным этой государственности русской, русской империи, как она там называется, и он, естественно, русский. Ну, его там осуждали его соплеменники или кто-то другой, его любимая девушка или, может, и любимая матушка, вот это, но он был русский, потому что он уже принял эту веру, он принял эту государственность, он учится здесь и так далее. И любой другой так же, не этнический. И в этом и сила, и слабость русской ментальности уже тысячу лет она интернационально. Ведь русско, ведь восточные славяне, когда создавали свою государственность, они же включили в себя сразу и чуть белоглазую, и вот, и племинат, тюркские здесь, очень много, да и сами они были разные. Вы себе не представляете, насколько отличались южные, там, под Нестру, живущие уличи, там, тверичи и так далее, от северо-восточной, кто там, вятичи, или там, восточные, там, западные, поближе к прибал, там, какие-нибудь, даже смешанные с тверичами и так далее. Это были разные племена, это были разные нации, по нынешнему говоря, но они смешали. А северно-русские, южно-русские, вот это северно-русские горы, южно-русские горы, это две разные нации. В свое время Исааченко написал большую статью, показывал, что случилось бы, если бы Иван Третий не присоединил Новгород. У нас была бы четвертая восточнославянская, четвертая восточнославянская нация или народ. Потому что у них их особенности языка точно совпадали с западнославянскими, а вовсе не с восточнославянскими языками. И разные субстраты, белорусы на Прибалтском, русские великорусы на финно-угорском и на тюркском, вот южной, то есть украинской, они тоже это скат. Все замешано. Как можно говорить об общем этническом типе, о характере, если тысячу лет люди смешиваются в браках, захватах и прочее? Конечно, нет. И следовательно, мы почему говорим не о народе сегодня, а о нации? Потому что нация это абстрактное, максимально... Вот такими красными буквами по бордам машины. Ну и таких хитрых вещей очень много, они все равно путают нас. И, конечно, нет. Нет сейчас чистой ментальности, нет сейчас чистой интеллигенции, ничего чистого нет. Остается только надеяться на будущее, на то, что детям будет лучше, внукам будет замечательно, что все впереди, капитализм построим, социализм обновим. Да, вот я заметил, когда мы в просторе сидим, у вас и вопросы, понимают, и вы не пропотевшие, да, а потом там... Но в следующий раз мы туда должны быть. Через раз, а потом через раз опять сюда. Люди!